друзья всем огромнейший привет у меня на канале выходил ролик о том как подстригать когти кролику и в комментариях было много вопросов для чего вы это делаете именно в этом видео я вам расскажу для чего подстригать когти кролику погнали я постараюсь быть максимально кратким чтобы не затягивать данное видео существуют две причины по которым нужно постригать когти кроликом первое это наша с вами безопасность как кролиководов хозяина до данных кроликов ну а вторая это безопасность и здоровья самих роликов но начнем мы пожалуй со второго это с безопасности и здоровья наших питомцев мне недавно попалось видео в ю тубе европейского эксперта но оценщика европейского уровня который оценивает кроликов на выставке его зовут милош супу к если вам интересно можете найти его в ю тубе очень много полезной от него информации так вот данный человек говорит что когти постригать кроликом нужно не только перед выставкой но и постоянно начиная с трех или с трех с трех с половиной месяцев и объясняет почему потому что идет когда когти растут да и мы их не постригаем идет такая небольшая деформация лап что может пагубно потом сказаться в дальнейшем на самих лапах ну и я могу предположить что по этой причине как вариант может возникать пододерматит да то что лапки из-за когтей становится неровно да и возможно но это мое предположение но не факт что из-за этого может происходить и пододерматит также мы часто видим такую картину когда мы самку подсаживаем самцу и самка не подпускает себе самца до самец начинает ее как бы вот так вот шкрепсти ее до добиваться ее можно так сказать и бывает так что лично я сам видел что ну ладно там по телу да он там пошкребся ничего страшного но я видел такую картину когда он прям по голове где глаза ну лицо до морда вернее морда крольчихи и он по ней вот этими острыми когтями царапать тем самым он может нанести ей вред глазам до проколоть запросто нанести какие-то раны которые в принципе они нам не нужны зачем мы потом будем заниматься самолечением вкладывать в это деньги если можно просто обстричь когти кролику и они будут тупые уже никакой опасности такой для самки для даже для самого себя представлять не будут что касается самого себя да особенно в линьки когда у них идет линька они начинают себя чесать и вот этими острыми когтями они себе могут раздирать тело и потом когда мы видим да что у них царапины мы начинаем думать откуда они берутся а все оттуда что острые когти и при линьке они себя царапают наносит себе травму также на ушах часто до встречается такая картина что мы видим царапины у нас паника вдруг это ушной клещ да то ушной клещ он гораздо глубже поэтому если вы видите царапины на поверхности ушей на верхних частях до ушей то это ничего страшного но он же может также себе и разорвать это ухо до тем же острым когтем у них очень очень я вам скажу острые когти также когда мы не постригаем когти кроликом есть вероятность того что он нанесет себе травму не на теле да а на лапах когда когти большие они начинают потом как бы загибаться вот и особенно это влияет на кролика когда он сидит на сетке до коготь может зацепиться за сетку и он не почувствует она у просто оторвет вот мы этого не заметим рано будет открытая и в эту рану возможно может попасть какая-нибудь инфекция кролик может заболеть кролик может погибнуть и мы потом просто будем в недоумении кролик вроде недавно скакал все у него было хорошо а сейчас кролик погиб от чего и почему нам неизвестно а причина может быть вот такая вот банальная выдал себе этот коготь занес себе в открытую рану инфекцию и вот тебе пожалуйста но это что касается безопасности и здоровья самих кроликов что касается нашей с вами безопасности ну здесь все предельно ясно когда у кролика острые когти вероятность нанести нам травму да особенно царапины многие особенно неопытные кролиководы когда берут кролика на себя он начинает брыкаться царапаться если он не ручной да в принципе даже и ручной у меня практически все кролики ручные но бывает их посадишь они начинают бежать царапаться ну и вот у меня пожалуйста результат вся куртка она вот в дырочках это еще куртка у меня было до того как я стал постригать когти вернее уже давненько это курточка но я ее пока еще не скидываю пока еще буду носить наверное до конца вот этой зимы а потом уже сброшу ну так вот и чтобы не было вот этих на руках царапин на теле нужно постригать вот эти вот когти когда у них когти тупые уже не так они могут вас поранить у меня например супруга да она почему-то вот сюда вот на плечо старается посадить кролика сил не хватает его удержать и он начинает брыкаться брыкаться лезть лезть и в итоге задними лапами он я один раз по лицу зацепил хорошая была царапина ну и у меня в принципе тоже была такая же царапина и не одна потому что они брыкаются не всегда можно и хорошо удержать вот этими острыми когтями они могут распороть даже распороть я так скажу лицо вот так он ползет она его не удержит она его кроликов и начинаем там вакцинировать проводить какие-то профилактические мероприятия нам нужно его как-то положить либо перевернуть развернуть и когда это кролику не нравится он начинает брыкаться лапами передними и задними и наносит вам травмы своими острыми когтями поэтому но я для себя решил что я буду всегда постригать когти своим кроликом чтобы их на ему здоровье ничего не угрожало во всех смыслах этого слова ну и плюс как вы заметили все руки у меня абсолютно чистые никаких царапин ну единственное что курточка но уже давно новых отверстий на моей курточке боевых ранений таких уже давно нету потому что я всем постригаю когти что и вам конечно же советую ну а на этом все друзья всем удачи всем пока пока